Добрый вечер! С вами информационная программа Я-Новости в студии Александр Захаров. Первые итоги дня к этому часу вам представляют корреспонденты службы новостей телеканала Я-24. В начале выпуска коротко о главном. Прогрессивная уборка всем миром. За минувшие выходные наш город стал чище. 12 дней высокого искусства. В Ярославле стартовал 14-й международный Волковский фестиваль. Наша жизнь в наших руках. Ярославские медики провели медобследование бездомных. И вновь как 290 лет назад в Петропавловском парке возрождаются дворянские балы. За минувшие выходные Ярославская область стала чище. 14 сентября в нашем регионе прошли эко-субботники. Такие акции в рамках общероссийского движения «Сделаем» проводятся раз в год по всей стране. Волонтеры не просто очищают улицы от мусора, но и объясняют людям необходимость экологичного раздельного сбора отходов, который давно практикуется в Европе. За прогрессивной уборкой наблюдала корреспондент программы «Я новости» Светлана Гоффман. Ежедневно в Ярославле образуется 600 тонн мусора! Надо что-то с этим делать. Решили люди и вышли на улицы. Не протестовать, а прибираться. Сами изъявили желание и приехали. Пришли. То есть они все добровольцы? Конечно. Мне очень нравится, когда в нашем мире, в нашей окружающей природе чисто и красиво, и мы хотим все вместе помочь нашему планете. Это очень весело, и тем самым помогаешь природе. Акция «Сделаем!» проводится в Ярославле каждый год и является частью международного движения, которое стихийно зародилось несколько лет назад в Эстонии. 20% населения вышли и за один день убрали всю страну от мусора. Просто за один день. Россия – это одна из первых больших стран, которая подхватила эту инициативу. Общегородской эко-субботник поддержали и в мэрии, ведь мусор на улицах в первую очередь головная боль властей. Многие администрации подключены к уборке территории и вывозу отходов, которые после этих акций собираются и образуются. Весь мусор волонтеры собирают раздельно, чтобы дать вечным материалам вторую жизнь. Его можно использовать для того, чтобы закатывать в асфальт. Можно делать плитку черепичную, например, для домов. Можно очень много всего чего делать. Главное, чтобы это было собрано раздельно, потому что когда это все вместе с продуктами, с остатками пищи, это действительно мусор. Для определенных организаций вот эти пластиковые бутылки – это определенные исходные материалы. Они сами заинтересованы в том, чтобы им его поставляли. Детей помладше организаторы акции тоже решили вовлечь в борьбу с мусором. Малыши расписывали текстильные эко-сумки, которые в идеале должны полностью заменить одноразовые пластиковые пакеты. Что ты рисуешь? Рассказывай. В облаках. Женое настроение на салоне. Вряд ли субботники могут избавить Ярославль от 600 тонн отходов, которые город производит каждый день. Но, что гораздо важнее, эти акции помогают изменить сознание и привычки тех, кому предстоит жить в эру пластика. Светлана Гоффман, Лев Белков. Я. Новости. В Ярославле открылся 14-й международный Волковский фестиваль. Академический театр драмы имени Федора Волкова в этом году примет 20 лучших спектаклей России и зарубежья. По традиции, на церемонии открытия была вручена премия правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в России. В этом году номинантами стали Кировский театр юного зрителя, Лагский музыкально-драматический и Челябинский театр кукол. Мне хотелось бы выразить огромную благодарность русской театральной школе, русским педагогам, которые помогли нашим театрам постичь тайны истинного профессионального актерского искусства. Смотрите обзор первого дня Волковского фестиваля в специальном проекте телеканала «Я-24», дневник фестиваля в 20 часов 30 минут после вечернего выпуска новостей. Мобильная флюорография для бездомных. Сегодня в центре Ярославля каждый нуждающийся мог пройти медицинский осмотр в специальном автомобиле. Работу медиков организовал Фонд мира. Забота о ближнем является главной миссией для волонтеров этой организации. Подробности в следующем сюжете. Нередко люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, испытывают проблемы со здоровьем. От туберкулеза и заболеваний легких страдает каждый пятый бездомный города. Впервые специально для них в центре Ярославля заработал мобильный флюорографический центр. В рамках работы нашей больницы и своего отделения, я думаю, что это будет максимально, что мы можем сделать. Это уже много, учитывая распространенные заболевания легких среди данного контингента. Российский фонд мира помогает людям уже более 30 лет. Бесплатные обеды, одежда для нуждающихся, медицинская и психологическая помощь. Вот далеко не полный список добрых дел, о которых говорит Осия Рязанова, представитель фонда в нашем регионе. Этой зимой волонтеры планируют установить палатки для ночлег людей без определенного места жительства. Зимние палатки для мужчин на 50 мест, для женщин 30 мест. Это палатки утепленные, из войлока, с пушками для обогрева, с кроватями, матрасами, постельными принадлежностями, одеялами, все как надо. И с ужином. Анна Василькова – одна из тех, кто оказался на обочине. В надежде переменить свою жизнь, она пришла к сотрудникам фонда. Вся моя жизнь, наверное, история, которая привела к этому ситуации. Где-то я виновата, где-то сложились обстоятельства. Ну, результат вот такой вот. И сейчас, имея желание, в принципе, я думаю, что может быть что-то налажено. Пока страшно, очень страшно. Проблема бомжей практически не решается в нашем государстве. Пока официальная власть бездействует. Одни по разным причинам оказываются на улице, а другие стараются им помочь. По результатам флюорографического обследования заболевших бездомных отправят на бесплатное лечение в больнице. Нина Липина, Лев Белков, ЯНовости. Орудием убийства стали кухонные ножи. Сегодня в областном суде прошло первое заседание по делу о разбойном нападении. Одному из обвиняемых едва исполнилось 16 лет. Подробности далее. Человек это был очень светлый сын. Это огромная потеря для меня. Это просто невозможно выразить словами. Мать погибшего Дмитрия Тагинцева до сих пор не может задержать слез. Ее 24-летний сын погиб в апреле в результате разбойного нападения. Двоих подозреваемых полицейские задержали по горячим следам. И теперь злоумышленники на скамье подсудимых. Подсудимые, заранее договорившись о совершении разбоя и захватив в квартире у подсудимого Рыбкина ножи кухонные, приблизились к потерпевшим. А это двое парней и двое девушек потребовали под угрозой ножа передачи сотовых телефонов. Двое потерпевших мобильные телефоны передали, а Тагинцев мобильный телефон не передал. В результате конфликта подозреваемые нанесли молодому человеку несколько ударов ножами. Потерпевший скончался в больнице на следующий день. Будет учитываться и будет нами освещаться то, что умысла на убийство, естественно, у них не было. То есть умысел возник спонтанно в процессе совершения разбоя. Стоит отметить, одному из подсудимых всего 16 лет. Он дважды судимый, теперь ему вновь грозит лишение свободы. По закону максимальный срок для несовершеннолетнего 10 лет. Эльдар Миндяхметов, Олег Белков, ЯНовости. В Ярославле сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ограбления пожилых женщин. Злоумышленник выбирал жертву на улице, незаметно преследовал ее, вырывал сумку из рук и скрывался с места преступления. Все грабежи были совершены на улице нефтяников. В полицию с заявлениями обратились четыре женщины. В выходные подозреваемый был задержан в районе нефтестроя. Им оказался ранее судимый житель Красноперекопского района. По фактам грабежей возбуждено уголовное дело. Освободился он буквально в июне 2013 года. В настоящее время данный человек задержан, будет арестован. С ним работают органы дознания. Он уже... Поступили четыре явки с повинной. Также проводятся мероприятия по установлению других потерпевших. Назад в 90-е или беспредел на дорогах. Водитель дорогой иномарки возмутился, что его не пропустили на повороте на проспекте Октября. В ходе конфликта участнику движения через открытое окно было нанесено два удара по голове. Двое мужчин пригрозили расправой. Подоспевшая вовремя автомашина «Лада Ларгус» отвлекла внимание налетчиков. Испуганный мужчина прямиком с места происшествия поехал в местное отделение УВД, где написал заявление на беспредельщиков. Сейчас мы работаем над установлением правонарушителя. Написали письмо автору видео, надеемся, что он откликнется и сообщит. Ну и пытаемся своими силами установить, все-таки рассмотреть номер на этом видео. Далее реклама, после которой мы продолжим выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Десять лет Демина! Отмечаем вместе с Камеди Клаб! 5 октября в Демина! Звездный состав Камеди Клаб Москва! Телефон 239-684. Окна Яна из профиля нового поколения. Нам доверяют 8 лет. 16 и 17 сентября в ДК «Нефтяник» меховая выставка продаж от «Виолетт» город Киров. Шубы с 40-го по 70-й размер от 15 тысяч рублей. Скидки. Рассрочка без переплаты. Лаврентий, ты почему мне до сих пор окна «Сателс» не поставил? Исправим, товарищ Сталин. Окна «Сателс». Специальная скидка в сентябре до 3000 рублей. Встречайтесь! 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Кариной и Артуром Агдасаровых, а также лучшие номера звезд российского цирка. Окна «Модерн Уют». 919194. 919194. Сеть магазинов тканей и швейной фурнитуры «Нотель». Ваш секрет яркого образа. Ждем вас в наших магазинах. Телефон 302726. Мы знаем, как сделать для вас хорошую кровлю. Берем отличную черепаевскую сталь. Никакого Китая. Берем современное оборудование. За качество отвечаем. Интеркров производит и продает. Окна «Панорама». Тепло и уют вашего дома. Новая кровать. Просто и с удовольствием. Весь сентябрь в салонах мебели ДМА Дядькова скидка на кровати 25%. ДМА Дядькова. Дизайн моей жизни. Натяженой от фирмы Яна. О нем слагают песни. Если выходные в Петропавловском парке вы могли встретить людей в придворных костюмах, танцующих вальс, это неудивительно. Это не мираж и не привидение. Вполне реальные люди. Кто они и зачем в исторических костюмах разгуливают по парку, выясняла Алина Комарова. Ассамблея – это прообраз дворянского бала. Организаторы мероприятия предложили жителям города перенестись на три века назад в Петровскую эпоху. Парк и без нас живет. С природой нам мудрее оказалось человека. А вот чтобы здесь продолжалась культурная жизнь, а культура – это уже пласт, который создают именно люди, то это для нас было сегодня важно. В Ярославле первая ассамблея прошла ровно 290 лет назад в Петропавловском парке. Сегодня многое изменилось. Но ярославцы решили воссоздать события прошлых лет своими силами. Они сами сшили себе костюмы, выучили движения и манеры и решили научить этому остальных. Научиться может абсолютно любой, потому что танцы у нас бытовые. Это не сценические танцы. Это танцы, которые танцевали люди для того, чтобы отдохнуть, развлечься. Люди, прогуливающиеся по парку, вместе с нарядными организаторами пускались в пляс и могли почувствовать себя на месте известных исторических деятелей, таких как Петр I, Елизавета Петровна и даже Николай II. Замечательный танец, очень простой, но все равно давно уже забытый, и поэтому путались. Станцевать полонез, закружиться в вальсе и прогуляться по Петропавловскому парку в роскошных придворных костюмах можно будет снова через год. По словам организаторов, следующей осенью бал будет еще больше приближен к Петровской эпохе. Алина Комарова, Денис Лосев, ЯНовости. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните нам по телефону 77 2040 в редакцию программы ЯНовости. А на этом мы завершаем наш выпуск. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Александр Захаров. Всего доброго. Ждите вечерних новостей. Одежда ведущему предоставлена магазином МЭФ. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды Московский цирк Никулина. Встречайте с 14 сентября в Ярославле золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Кариной и Артуром Гасаровых, а также лучший номер звезд российского цирка. О погоде в Центральной России. В Москве и Твери облачно плюс 13-15, возможны дожди. Во Владимире и Вологде пасмурно до плюс 15. В Иваново и Костроме малооблачно до 14 тепла. Теперь о погоде в Ярославском регионе. В Рыбинске облачно до плюс 16, возможен небольшой дождь. В Переславле-Залесском пасмурно 12-14 градусов выше нуля. В Тутаеве облачно днем 14 тепла, ночью до 12. В Угличе пасмурно до плюс 14, возможен небольшой дождь. В Ростове-Великом малооблачно и до 14 тепла. И, наконец, о погоде в Центре области. В Ярославле пасмурно днем 14-16 тепла, ночью до 12, возможен небольшой дождь. На этом у погоди все. До свидания. Встречайтесь 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никурина с новой юбилейной программой. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова